На проекте Bazaar Voice у нас в основном все на Java, поэтому моя презентация будет с уклоном в эту сторону, так как я вообще изначально ее готовил для нашего проекта. И начну немножко с предыстории, почему я назвал презентацию именно так. Когда-то мне попалась задача, что у нас была плохая производительность на Solar. Solar – это приложение для Full Text Search. И, соответственно, я посмотрел, там все было хорошо, кроме одного момента был какой-то непонятный мне график, и я не мог разобраться. Думал, там вообще какой-то в Zabix график неправильный. Но когда начал гуглить эти слова, то понял, что я попал в новый мир, открыл для себя новый мир. И с тех пор я интересуюсь немножко этими вопросами, немножко решаю проблемы в этой области. И, собственно, когда я читал, я перечитал очень много всякой литературы по этому поводу и не нашел ни одного единственно правильного мнения. Поэтому я и назвал свою презентацию «Идеи», которые стоят за Гарбич Коррекшеном. Потому что единственная точная информация, которая может быть получена, это как это все работает. Это открыть исходники конкретных реализаций и посмотреть, как там это сделано. Но опять-таки везде, то есть, если идея одна, то реализации будут совершенно разные. Вот. И, собственно, для меня еще много неясных моментов есть. Потому что в одной литературе говорят, нужно делать так, в другой литературе говорят так. Поэтому я упомяну эти моменты и, как бы, я не говорю, что я эксперт в этой области. Но кое-что знаю. Поэтому сегодня я вам расскажу, собственно, про сами идеи. Потом расскажу про слабую гипотезу о поколениях и что из нее выплывает, чем она нам помогает. Вот. Потом какие коллекторы используются в Java. Поговорим немножко о них. И, собственно, инструменты, которыми я пользовался, когда искал проблемы. Вот. И, собственно, точнее, пытался найти решение проблем. Проблемы приходят сами. Вот. И результаты того, что... Ну, парочку примеров того, что я сделал. Вот. Еще один момент. Хочу сказать, что я буду использовать английские термины, потому что перевод не очень красивый получается. Вот. И поэтому я буду говорить еще частично на английском. Вот. Ну что, поехали. Так. Изначально... Изначально. Изначально в языках программирования использовалось ручное управление памятью. То есть программист был обязан сам выделять память под свои объекты и также их потом удалять. Так как память у нас в компьютере не бесконечная. Соответственно, когда-нибудь она-то закончится. Что приведет к печальным последствиям. Поэтому существует такое обязательство. Ну и, собственно, когда мы освобождаем память вручную, то выходит так, что у нас есть некоторые проблемы. Например, очень распространенные проблемы, такие как бесячие ссылки. То есть это когда мы удалили какой-то объект, а ссылку на него не удалили. В этом случае, если мы перейдем по данной ссылке, то в лучшем случае наше приложение упадет. То есть будет access violation и операционная система запретит такую операцию. Это в лучшем случае. А в худшем случае, если этот кусок памяти будет находиться в данном процессе, ему будет разрешено получить данные по этому адресу. Но там будет какой-то мусор. И тогда мы будем получать неверные результаты расчетов. Ну и, соответственно, будет все еще хуже. То есть если это калькулятор какой-то, то не так уж и страшно. А если это медицинская программа, то от этого зависят человеческие жизни. Поэтому эта ситуация плохая. Следующая плохая ситуация это когда у нас происходят утечки памяти. Утечка памяти это ситуация наоборот. Это когда мы удаляем ссылку на существующий объект памяти. И так как мы больше не можем никаким способом к этому куску памяти, а операционной системе мы не сказали о том, что он нам не нужен, то, соответственно, мы никаким способом не можем использовать эту память. И, соответственно, если у нас есть эта проблема в коде, и этот кусок кода выполняется регулярно, то в итоге у нас закончится память. И иногда случаются такие ситуации, когда приложение типа калькулятора, когда мы его открываем на 2 минуты, то там это может быть незаметно. А вот очень страшно это в серверах, которые работают сутками и годами, вот без перезагрузки. И, соответственно, если он будет каждую ночь ломаться, то это очень плохо. Ну и, соответственно, почему еще хорошо... А, вот, кстати, забыл самое главное сказать, это то, что второй вариант есть, то есть есть ручное выделение памяти, и второй вариант это автоматическое управление памятью, то есть кто-то должен делать за нас то, что не делаем мы. Вот, и, собственно, когда кто-то делает работу за нас, то у нас остается больше времени на решение конкретно самой поставленной задачи, а не уходом за инфраструктурой. Вот, ну и, конечно же, когда кто-то делает работу за нас, то этому кому-то нужно платить. Вот, собственно, в данном случае мы можем платить процессорным временем и расходом оперативной памяти. Вот, и, также, мы не можем... Обычно это автоматическое управление памяти реализуется на уровне языка программирования, вот, и, соответственно, программа уже... То есть на уровне среды выполнения, и поэтому программа не может повлиять на эту систему. И, соответственно, мы не можем знать, когда будет запущен этот процесс автоматической сборки памяти. Вот, вообще впервые это появилось в 58-м году в ЛИСК, в языке ЛИСК, вот, и с тех пор эта идея понравилась многим людям, она развивается. Очень много всяких исследований в этой области. Ну и, собственно, сегодня мы имеем очень хорошие результаты, системы, которые позволяют нам получать то, что мы хотим, и с минимальными накладными расходами. И, собственно, вот первая идея, которая стоит за этим, называется Reference Counting, то есть подсчет ссылок, как происходит. То есть, вот, изначально я скажу, тут вот есть слева, вы можете видеть Rootset. Rootset это набор ссылок, корневой набор ссылок, вот, это обычно, значит, значения в регистрах процессора, это локальные, глобальные переменные, вот, и переменные на стеке. Ну, в Java это множество, вот, и там свои переменные, в общем, свои значения используются, но, как минимум, это то, откуда программа начинает свои расчеты. Вот, в данном алгоритме это Rootset, он нам не нужен, но далее он используется, по алгоритму следующий. Так, и, в общем, заключается он в том, что каждый объект имеет дополнительное поле, которое хранит, поле это счетчик, которое хранит значения, и когда объект создается, то это поле, оно увеличивается на единицу, то есть, каждая ссылка на данный объект увеличивает счетчик. И если же мы удаляем ссылку на данный объект, данный объект, то счетчик уменьшается. И, соответственно, когда он становится равным нулю, то, значит, такой объект мы не можем достичь никаким способом из программы. Соответственно, он считается мусором. Вот, поэтому мы можем сразу же и удалить такой объект. Вот, как бы, это такой подход, он по своей природе получается инкрементальный. То есть, мы постоянно делаем маленькие шажки по управлению этими объектами. Соответственно, вся эта, вся дополнительная работа, она размазана по времени. И это позволяет создать реал-тайм гарбич коллектор. Вот, но есть определенные и недостатки у этого подхода. Так вот, например, такое явление, как циклические структуры, вот, он не может убирать. Так как в данном случае мы видим, что каждый объект у нас имеет счетчик отличный от нуля. Но при этом мы по-прежнему не можем достичь эти объекты. И, соответственно, у нас получается утечка памяти. Вот, еще также этот алгоритм требует того, чтобы постоянно у нас, как бы, какое изменение ссылок, количество ссылок, оно обрабатывалось, оно учитывалось. И, соответственно, допустим, если у нас есть какая-нибудь сложная структура, то, удаляя ссылку на начальный объект этой структуры, то это может повлечь за собой множество другой работы. Вот, соответственно, мы много времени запрашиваем на это. Собственно, плюсы и минусы этого алгоритма, то есть то, что я уже сказал, то, что мы можем сразу же, то есть во время работы программы мы знаем, какие объекты у нас мертвые, какие живые. Вот, и, собственно, это дело, это все происходит мелкими шажками, которые отнимают мало времени. Вот, и также этот алгоритм очень простой в реализации, и поэтому, несмотря на его недостатки, он используется в разных областях, например, в файловых системах. И вот в линуксе, например, есть такое понятие, как hardlink, и файл, например, то есть файл, он на самом деле состоит из самих данных и метаданных. И вот, если существуют метаданные, которые указывают на данные в нескольких местах, то данные не будут удалены до тех пор, пока хоть какой-то, где-то, хоть одни метаданные обращаются к нашим данным. Вот, и, соответственно, из-за того, что нам нужно постоянно следить за этими всеми счетчиками и постоянно их изменять, то это отнимает много процессорных ресурсов. Вот, и в ранних программах, точнее, в ранних реализациях доходило до того, что 40% времени, процессорного времени, уходило на работу только garbage collector. Вот, и еще, я уже сказал, что не может цикличную структуру убирать, и плюс память остается фрагментирована, что есть плохо. Когда у нас может возникнуть такая ситуация, когда общий объем свободной памяти у нас достаточный для выделения какого-то объекта, но каждый из кусков свободных является меньшего размера, чем нужный нам объем. Соответственно, в данном случае мы получим Out of Memory R. Вот, и еще данные идеи рассматриваются в таком разрезе, что мы имеем один сплошной кусок памяти. Вот, и, соответственно, в данном случае, когда у нас больше нет куда ее взять, то мы получим, поэтому я говорю про Out of Memory. И, соответственно, ошибку. Вот, ну, есть, когда доходит дело до конкретной реализации данного алгоритма, то тут начинают его улучшать. Собственно, одна из еще, не то чтобы недостатков, но неприятных моментов, это то, что каждый объект имеет дополнительный этот счетчик, который отнимает память. И, по-хорошему, данный счетчик должен быть размером с такого размера, который бы мог покрыть вообще всю память. То есть, для 32-разрядных машин это 32-бита, для 64-разрядных 64-бита. Если у нас каждый объект будет иметь дополнительный сток памяти, то overhead получается довольно-таки большой. Поэтому есть модификации, когда используют всего лишь один бит, вот, и люди уничтожаются. Плюс, когда наступает, когда слишком память фрагментирована, то начинают подключать другие техники. То есть, в реальной жизни данный алгоритм в чистом виде практически не используется. Следующий коллектор называется марк-свип. То есть, марк это значит пометить, свип это значит вычистить. Этот коллектор, он состоит из двух фаз, марк и второй фаз свип. То есть, что здесь происходит? Этот коллектор относится к трассирующим коллекторам. Здесь активно участвует рутсет, так как все вычисления начинаются с него. И в первой фазе у нас, в первой фазе, значит, мы начинаем свои вычисления с рутсетом. И мы идем по всем ссылкам, вот, последуем всем ссылкам. И когда мы нашли какой-то объект, то мы его, собственно, обозначаем, ну, выставляем флаг, что он отмечен, что он живой. Вот, и так далее. То есть, из этого объекта мы переходим по его ссылкам. Вот, и в итоге мы получим такой граф. Вот, граф всех живых объектов. Вот так. В итоге получили мы этот граф, и мы знаем все наши живые объекты. Следующая фаза зачистки. То есть, мы идем уже снизу памяти вверх, и проходим вообще по всем объектам. И живые мы оставляем, а те, у которых флаг живой не выставлен, значит, он мертвый, и, значит, мы такой объект удаляем. Вот, такой объект удаляем. Вот. Ну, и когда мы прошлись по всей памяти, то, соответственно, мы очистили всю нашу память. Вот, в этом, значит, такой алгоритм нам позволяет избавиться от циклических структур. Вот, и также он не использует дополнительную мощность во время, то есть не отбирает у приложения ресурсы. Но при этом данные алгоритмы невозможно реализовать, если приложение работает. Поэтому главный недостаток этого алгоритма, это то, что он требует остановки приложения. То есть, мы выделяем память, выделяем, выделяем, тут она закончилась, и в этот момент мы останавливаем, то есть, мы останавливаем наши приложения, и запускается, собственно, в коллектор, который выполняет все свои фазы и освобождает нам память, и обратно приложение возвращается, ну, начинает выполняться, продолжает выполняться. И, собственно, это главный недостаток, и плюс тут еще мы получаем фрагментацию памяти. Вот, а, еще этот алгоритм плох тем, что его количество работы прямо пропорционально объему кучи. Так как мы во второй связи, первая фаза, когда мы метим живые, когда мы ищем живые объекты, она прямо пропорциональна количеству живых объектов, но вторая фаза, она прямо пропорциональна объему кучи. Поэтому, если у вас куча, чем больше куча, тем больше у вас будет времени отнимать работа данного алгоритма. Вот, следующий алгоритм Mark Compact, то есть он уплотняет, то есть он также состоит из двух фаз. Мы сначала ищем все живые объекты, метим их, а далее мы начинаем живые объекты сдвигать друг к дружке. Вот, то есть в начало кучи их перемещаем, и в итоге у нас получается такая вот однородная, непрерывная область памяти, которая забита живыми объектами. И далее мы получаем свободную область памяти, где мы с легкостью можем выделять объекты. С легкостью я имею в виду то, что тут используется так называемый bump the pointer техника. То есть для того, чтобы выделить новый объект, нам нужно всего лишь указатель конца живых объектов наших увеличить на размер нового объекта, который мы хотим выделить. То есть это элементарная операция суммирования, она выполняется мгновенно, и, соответственно, выделение памяти в таком случае получается очень-очень быстрое. Вот, и, соответственно, это является основным плюсом, то есть у нас данный алгоритм нас избавляет от фрагментации, и отсутствие фрагментации, следствием отсутствия фрагментации является вот это очень легкое выделение новых объектов. Ну и опять-таки он, этот алгоритм, он борется с циклическими структурами. Вот, и недостатки. Это то, что он stop the world, это значит, что наше приложение должно останавливаться на время, пока алгоритм этот работает. Потом он неэффективен, если у нас есть множество объектов, которые долго живут. Вот, и тогда получается, что мы просто, как говорится, переливаем с пустого в порожнее. Единственное, что мы делаем, это просто двигаем объекты, с большой вероятностью, что они будут большие, с места на место. То есть, получается, мы неэффективно используем наше процессорное время. Вот, и еще некоторые, в некоторых источниках пишется, что этот алгоритм требует несколько фаз. То есть, на самом деле, фаза уплотнения происходит не за один проход, а за несколько проходов. То есть, мы сначала вычисляем адрес объекта, новый адрес для каждого живого объекта. Далее мы меняем все ссылки, которые нужны, вот, чтобы они указывали на этот адрес. И далее мы уже конкретно, на третьем шаге, мы уже конкретно копируем сами данные, сами объекты. Вот, в других источниках я читал, что это можно сделать за один проход. То есть, получается, всего лишь, действительно, две фазы. Промаркировали и уплотнили. Все. То есть, где правда, я не знаю. Этот алгоритм используется в Java, поэтому можно, например, открыть исходники Java и посмотреть, как они сделали там. Вот. Кстати, по поводу фазы маркирования, тут тоже все зависит от того, кто как ее реализует. Потому что есть множество алгоритмов обхода графа. Они имеют свои плюсы и минусы. И там, то есть, если погуглить, то можно найти очень много интересных вещей. Вот. Соответственно, это, опять-таки, почему я говорю про идеи, а не про конкретные алгоритмы. Потому что каждый программист делает сам то, что он хочет. Вот. И следующая идея – это копирующий коллектор. Его идея заключается в том, что данный нам объем памяти под кучу, он разбивается на две части. Вот. И в любой момент времени активна только одна из этих частей. Вот. И что мы делаем? Мы выделяем в этой области объекты. А когда она заканчивается, то мы просто берем и проходим по всем живым объектам. То есть, начиная с рутсета, мы проходим по всем ссылочкам. И каждый живой объект, который мы встречаем, мы его просто-напросто копируем в другую область. Вот. Скопировали. И, собственно, на этом все закончилось. Потому что делать нам больше ничего не надо, так как в предыдущей половинке у нас остался только мусор. И нам незачем тратить время на то, чтобы что-то с ним сделать не так. Соответственно, как мы видим, здесь опять-таки объекты уложены последовательно. Что избавляет нас от фрагментации. Мы быстренько можем выделять новые объекты. Но главный недостаток это то, что мы всегда получаем объем памяти, который мы можем использовать. Он в два раза меньше, чем тот, который мы выделили под кучу. Вот. И опять-таки с долгоживущими объектами мы их просто туда-сюда будем копировать. И это есть неэффективно. Вот. Поэтому пока одни люди пытались как-то усовершенствовать данные алгоритмы, пытались при помощи всяких хитрых хаков и использования, затачивания своих программных средств под конкретное железо, вот, чтобы как-то улучшить производительность. Другие люди обратили внимание на то, что большинство объектов, создаваемых в программе, очень рано умирает. То есть до того, как мы попросим выделить нам еще какой-то объем памяти, предыдущие, которые были выделены объекты, они уже умерли. Вот. И, соответственно, еще обратили внимание, что количество ссылок из старых объектов, новые, очень мало. Что нам это дает? Это дает нам то, что мы можем разделить нашу кучу на области, а области разделять по фактору времени жизни самих объектов. И, соответственно, применять более эффективные алгоритмы в каждой из областей отдельно. Вот. А второе утверждение про количество ссылок нам развязывает руки в том плане, что мы можем каждую из этих областей обрабатывать отдельно, друг от друга. То есть там не нужно следить сразу за всем объемом памяти. Вот. И когда люди решили этим воспользоваться, ну, там, конечно, было много всякого. И доходило до того, что в некоторых реализациях использовалось до 32 поколений. Вот. Ну, в C-Sharp, если я не ошибаюсь, там тоже их прилично, по-моему, то ли 8, то ли что-то клава. Соответственно, ну, каждый кто как хочет, так и делает. И, соответственно, так как я говорил, что мой проект основан на Java, то я углубляюсь в сторону Java и вот рассмотрим современное состояние кучи в памяти. Так как изначально в первых версиях Java я пытался найти историю, то сложно, сложный момент, потому что, ну, достоверных данных так и не удалось точно найти. Но Java тоже не сразу к этому пришла. Это я точно нашел. Вот. И изначально у нас использовалась полностью монолитная, как бы, куча, в которой не было никакого разделения. Вот. Использовались примитивные алгоритмы, неэффективные. И потом только уже с версии 1.2 уже началось разбитие на несколько поколений. Вот. И там начали еще и эволюционировать сами алгоритмы. Вот. На данный момент мы имеем кучу, мы разбиваем на два поколения. Это молодое и старое. Есть еще permanent generation, так называемые. То есть восьмой Java ее назвали по-другому. Сказали, что это была историческая ошибка. И эту область памяти назвали как-то по-другому. Вот. Но ее относят как non-hip область, но при этом там тоже происходит сборка мусора. Поэтому я, основываясь на этих фактах, не могу однозначно сказать, что такое является permanent generation. Там хранятся различные метаданные и вот. Соответственно, но в основном работа происходит в young и old generation. Про permanent мы больше не будем говорить. Значит, young generation, а, значит, old generation. Оно по-английски называется kenured. Это устаревший, по-моему, переводится. Вот. А young generation разбито на три области. Это eden, edem, вот, по-нашему. И два, две области. Область в и область из. Собственно, что происходит? Когда выделяются новые объекты, они выделяются в области eden. Вот. И когда оно заканчивается, включается garbage collection, и тогда у нас объекты, живые объекты, копируются в область в. Вот. Ту, в. Кому как удобно. Далее, значит, если область в, в ней не хватает места, то объекты перекидываются сразу в старое покорение. Old generation. И потом, после того, как это произошло, ту и фром области, они меняются местами. Фром становится ту, а ту становится фром. И на следующем этапе у нас, опять-таки, когда закончилось все место в eden, мы начинаем из него живые объекты копировать. Сначала из eden мы копируем в ту, вот, а потом и делаем то же самое для области фром. То есть мы опять, мы в фром ищем живые объекты и копируем их в ту. И опять, если в ту закончилось место, мы их сразу перекидываем в old generation. А на вещь у меня, то есть, когда вы меняете ту и фром, какой идея, какой бенефит? Потому что, допустим, когда мы закончили сборку мусора, у нас начался новый цикл заполнения эдена. За это время какие-то объекты в ту, они должны, они могут умереть. И там будет мусор. Соответственно, здесь тоже нужно провести чистку. вот, и еще один момент, то есть, добегая наперед, это связано с тем, что здесь применяются копирующие алгоритмы. Вот, самое главное, то есть, как показано здесь, у нас всегда одна память, область памяти свободна должна быть. Вот, получается, у нас ту всегда свободна, а фром в ней хранятся объекты после предыдущего прохода гарбич-коллектора. Вот, то есть, мы должны во время сборки мусора копировать объекты в чистую область памяти. То есть, это такая задумка. Вот, поэтому они, поэтому они меняются постоянно. Вот, местами. Я, можно сказать, а понятно объяснил, или не очень? А хром тоже одновременно очищается с эденом? В ту копируется все? Да, да, то есть, сначала идет, вот, когда у нас эден закончился, мы сначала живые объекты копируем из него в ту, и после этого начинаем из хром копировать в ту. Вот, и тогда в этот момент, после того, как мы в хром тоже скопировали живые объекты, получается, что в эдене и во хроме у нас находятся только мертвые объекты. На нас выходят две пустые области памяти. Ясненько? А еще вопрос, получается, что с этого алгоритма они имеют разный объем, вариативный объем это память, да? Или не постоянный? Да, они это, ну, во время выполнения программы они всегда статического объема, но при этом при запуске джава-машины вы можете вручную указывать эти объемы. Есть параметры, при помощи которых, то есть там можно указывать относительным количеством, например, там, эден будет равен 1,8 от общего количества памяти. Кстати, вот эти To и From, это называется Survivor Space. Вот, я забыл еще про это сказать. Вот, и Survivor Space там будет занимать 1,4 от этого Young Generation. А можно, есть параметры, которые четко говорят, что вот мне, пожалуйста, эден 200 мегабайт, To и From 50 мегабайт. Ну, хорошо, а если мы кто копируем и с Эдена, и с From, то в теории получается, что объем To должен быть больше, наверное, чем отдельно Эден и From? А вот невнимательно бы слушали гипотезу о слабых, то есть слабую гипотезу о поколении, первое утверждение которое говорит о том, что большинство объектов умирает рано. Вот, то есть получается, к тому моменту, когда у нас заполняется эден, очень много объектов мертвых. То есть по статистике это в хорошем приложении, это 98%. Вот, то есть всего лишь 2% от Эдена это живые объекты, поэтому нам To не нужно иметь настолько важную объектов. Артур, Артур, получается не все переживают... То есть мы выделили там 2 миллиарда объектов, и всего лишь 1000 из них осталось живые на какой-то момент времени. И эта 1000 прекрасно влазит в маленький объем памяти. А если у нас плохое приложение, оно создало... Так, понятнее. А если у нас приложение не очень хорошее, оно создало очень много живых объектов? Мы рассчитываем на то, что в какой-то момент времени у нас будет живых объектов очень мало, поэтому нам не нужно большой объем памяти для того, чтобы их сохранить. Вот. Вот, собственно, поехали дальше. Теперь я расскажу немножко о том, как эти garbage collector ведут себя по отношению к программе. То есть на данной диаграмме мы видим зелененькие стрелочки, это наше приложение, то есть потоки нашего приложения, и красные это потоки garbage collector. то есть, собственно, когда приходит время делать очистку, наш алгоритм может выполняться последовательно, то есть всего лишь... то есть garbage collector может выполняться последовательно, то есть всего лишь в один поток. есть алгоритмы, которые требуют полной остановки приложения. То есть здесь у нас появляются две характеристики. Первая это stop the world, и вторая это то, что последовательный алгоритм выполняется в один поток. Это самый плохой случай, и тут у нас пауза будет очень длинная. Далее мы можем алгоритм выполнять в несколько потоков. Вот, соответственно, это сокращает время сборки мусора, вот, но опять-таки требуют остановки приложения. Вот, поэтому отсюда выбывает характеристика, что garbage collector может быть параллельным. Вот, и также еще коллектор может выполняться. Есть алгоритмы, которые выполняются параллельно с самим приложением. Вот, и такой алгоритм называется concurrent, конкурирующий. Вот, и опять-таки он может выполняться и в один поток, и в несколько потоков. Вот, такие вот характеристики у меня бывают. Слава Украине! Слава! Да. Артур, там был вопрос про то, что если у нас не очень хорошее приложение, и оно создает слишком много неумирающих объектов. Да. Не слышал я такого вопроса. Да, но отвечаю. Тогда, значит, все плохо. И если мы используем примитивные алгоритмы, которые я описывал ранее, вот, то мы получим out of memory и все. И ничего нам не поможет. То есть мы перезапускаем приложение, оно опять работает какой-то период времени, и мы снова умираем. Но в современных... Сейчас, секунду. Если много... Ну да, собственно, у нас просто... Или может быть возникнуть такая ситуация, когда... Когда нам будет хватать памяти для нашего приложения, но garbage collector будет включаться очень часто. Очень-очень часто. То есть, например, там, на выделение каждого... При выделении каждого десятого объекта у нас будет запускаться garbage collector. Что есть очень плохо. И... То есть мы не получим out of memory, но мы получим неэффективную работу, и у нас там 90% времени будет работать garbage collector, а не наше приложение. Что, собственно, у меня и случилось, и я покажу это там попозже в секции experience. Вот. А в современной реализациях Java, Java-машины, есть метрика, которая это подсчитывает. И если... Если все-таки алгоритмы... То есть современные алгоритмы, они рассчитаны на то, что они смогут побороть такую ситуацию, но все-таки бывают случаи, когда он не может. И тогда Java-машины выкидывают ошибку о том, что... То есть out of memory, она имеет несколько подвидов. И один из подвидов, это когда как раз пописывает вот эту ситуацию. Когда мы работаем... Когда garbage collector много-много времени работает, а памяти выделяет очень мало. То есть тогда тоже мы получим out of memory ошибку. Поэтому... Поэтому... Дебажьте свое приложение. Профилируйте, смотрите. Ну и опять-таки, может быть просто очень элементарная ситуация, что данного объема памяти, в принципе, недостаточно для приложения. То есть если бы... Отбросим мы garbage collector, да, ну идею вообще и так всю, и мы понимаем, что нашему приложению нужен один гигабайт памяти, то какой бы золотой garbage collector не был, какой бы там золотой программист не был бы, все равно мы не сможем запустить приложение, там, это приложение запустить в 500 мегабайтах выделенной памяти. Поэтому иногда бывает, что такую ситуацию можно просто-напросто улучшить увеличением размера, увеличением пыльчин. Но в любом случае это приводит к неэффективной работе коллектора. То есть он будет очень много времени работать, а приложение будет стоять. Раз-раз. Еще вопросы? Вопрос был больше... Я тебя слышу, но... Алло, нет. Вадим, я тебя слышу, но похоже... Значит, на этой картинке показаны... Кир, не слышу тебя. По-моему, Артурдникова, кроме Жени, не слышит. Мы видим, что у нас две области Young Generation и Old Generation, и в каждом из них используется свой коллектор. Есть момент такой, что все эти коллекторы друг с другом не могут быть использованы. Поэтому все возможные комбинации показаны стрелочками. Ну и начнем с последовательного сборщика. То есть Serial Collector он был одним из первых и применялся на системах однопроцессорных, однопотоковых системах, то есть одноядерных системах. Так как не имело смысла создавать больше потоков, иначе бы эти потоки начинали бы уже между... То есть потоки самого коллектора начинали бы между собой бороться за ресурсы в процессах. Поэтому на таких системах... И он до сих пор используется, успешно используется во всяких встраиваемых системах, там, где слабенькие процессоры очень стоят, с малым объемом памяти. Там он прекрасно работает, то есть всему свое место. Но в современных системах, особенно серверных, он уже не применяется, и ни в коем случае не используйте его, потому что у него производительность очень маленькая. Использует он копирующий алгоритм, вот, и работает в один поток. Есть его реализация в виде параллельного коллектора, то есть происходит все то же самое, но в несколько потоков. Этот коллектор называется Parallels Covenge, вот, это следующий шаг эволюции, вот, послепоследовательного, вот, также копирующий. вот, и следующий шаг, это ParNew называется, он, ну, то есть параллельный для New Generation, или, наверное, сам он просто новый, вот, он также в несколько потоков работает, тоже последовательный, тоже копирующий, вот, но его отличие от Parallels Covenge заключается в том, что он был рассчитанный для работы, то есть изначально он специально написанный для работы с CMS, garbage коллектором, который для Old Generations, то есть они работают в паре и собственно делают свою работу хорошо, то есть на самом деле алгоритм тот же самый остался, но там просто добавлены фичи для того, чтобы эти двое могли между собой общаться, вот, и в Old Generations, значит, у нас был сериал, то есть последовательный коллектор, который был MarksVip Compact, тут что он делал, то есть он использовал алгоритм такой я не знаю гибридный алгоритм то есть тут я тоже окончательной правды не нашел вот, но то, что написано, как он работает, то есть работает он в один поток и на первой фазе он находит все живые объекты, потом он удаляет мертвые объекты, а потом занимается уплотнением, то есть то, что я описывал как MarksVip Compact алгоритм, то есть это здесь происходит, вот, но они еще почему-то сюда внесли очистку мусора, я до конца не понимаю, зачем. Может быть, это просто, когда я говорил, что там на этапе уплотнения происходит, ну, этап уплотнения происходит в несколько шагов, может быть, они как раз вот эти шаги и обозначили тут отдельной фазой этот слит очистки, вот, я не знаю, но как-то, что он и так вот, и тут получается хорошо то, что у нас старое поколение, оно непрерывно, то есть мы получаем область, непрерывную область живых объектов, и далее у нас куча, идет пустая, вот, но этот алгоритм, он, этот коллектор, он последовательный, поэтому отнимает много времени, и ребята взяли и сделали параллельную версию этого алгоритма, то есть он делает все то же самое, только параллельно, вот, и, наконец, CMS, это на текущий момент один из популярнейших коллекторов, он много де используется, а вот еще есть такая характеристика коллекторов, как пропускная способность и способность к обеспечивать маленькие паузы в работе приложения, так вот, все эти алгоритмы, кроме CMS, они являются, параллельные, все параллельные алгоритмы, кроме CMS, они являются алгоритмами, обеспечивающими пропускную способность, под пропускной способностью имеется ввиду процентное соотношение времени работы приложения и работы коллектора, то есть, если мы посчитаем все паузы в сумме, то их будет, ну, время этих пауз суммарное будет намного меньше времени выполнения программы, вот, но при этом каждая из отдельных пауз будет довольно-таки большая, вот, и такое, такой подход, он не есть плохой, он просто используется в различных, в определенных, при решении определенных задач, например, если вы считаете какие-то математические уравнения вот, на джаве, тогда вам вы хотите перемножить сумасшедшие матрицы 10 на 10 тысяч элементов, вот, и вам нужно, чтобы это решение было как можно раньше получить его, и вам не важно то, что вы не будете взаимодействовать с приложением во время того, когда оно, пока оно считает, эти матрицы, вот, соответственно, вам нужно как можно раньше получить результат, и вот здесь этот, параллельные коллекторы себя показывают очень хорошо, но в современном мире мы имеем очень большое количество интерактивных программ, вот, и соответственно, если пользователю приходится ждать реакции программы на его действие большой промежуток времени, то пользователь просто не пользуется такой программой, вот, и поэтому CMS был разработан для того, чтобы минимизировать эти паузы, вот, и получается, что пропускная способность у CMS, она меньше, чем у параллельного, но при этом каждая из отдельных пауз будет очень маленькая, он обеспечивает очень маленькие паузы, и расшифровывается он как concurrent mark sweep, вот, то есть конкурирующий алгоритм, вот, еще также последняя разработка это G1 тикет, оптики, G1 коллектор, вот, я его здесь так вот обозначил, он захватывает две области памяти, потому что он не разделяет хип на две отдельные части, вот, он призван заменить, это долгосрочная замена CMS, вот, так как CMS заложены очень хорошие идеи, но он все-таки не рассчитанный на огромные хипы, а огромные хипы это больше пяти гигабайт, вот, там CMS себя уже начинает показывать плохо, вот, возникают большие паузы, и соответственно G1, он появился еще в шестой версии Java, в последних релизах, но это были тестовые, и продакшн Рэди появился только с версии 1.7.4, вот, но опять-таки с тех пор там его очень сильно допилили, вот, доработали, и сейчас он работает очень хорошо, я сам не пробовал, так как у нас на проекте, к сожалению, используется старая Java 1.6, поэтому мы пользуемся CMS, вот, немножко страдаем от этого, но другого выхода нет, но вот я знаю ребят, которые, во-первых, в интернете очень много написано о том, что G1 показывает себя хорошо, и плюс мои знакомые им пользуются, и говорят, что действительно очень хорошие, вот, поэтому рекомендую, если у вас большие хипы, рекомендую им воспользоваться, и посмотреть, вот, ну и давайте поподробнее поговорим про них, вот, Concurrent Marksweep имеет несколько стадий, то есть, он изначально делает, вот, мы видим пять стадий, Initial Marks, Concurrent Marks, Remarkers, и так далее, вот, и красным обозначены Stop the World паузы, но, дело в том, что в эти моменты он совершает очень малое количество работы, и эти паузы, они просто микроскопические, и, то есть, на работу приложения не влияют, то есть, в первой фазе Initial Marks, он берет, просто находит все ссылки, которые находятся в Rootset, вот, далее, он параллельно с приложением начинает проходить, последовать этим ссылкам, и находить живые объекты, вот, но, так как в это время у нас, то есть, он построил граф живых объектов, вот, но, так как в это время у нас работало приложение, то, соответственно, оно что-то поменяло, это приложение что-то поменял, соответственно, этот граф может быть неактуальным, вот, и для этого не существует стадия Remark, вот, опять-таки, приложение останавливается, но, здесь мы в несколько потоков, то есть, эта стадия параллельная, пауза параллельна, он в несколько потоков обходит этот весь граф и перепроверяет его, делает его актуально, вот, и далее у нас возвращается приложение к своей работе, и далее мы уже начинаем без проблем удалять ненужные объекты, вот, так как я ранее сказал, CMS используется только для старого поколения, вот, и, соответственно, в молодом поколении возникла ситуация, когда нам нужно почистить, мы там каким-либо из алгоритмов это все сделали, вот, мы видим синеньким, выделены только что перемещенные объекты, вот, и, собственно, вот так они тут появились, а еще особенность CMS в том, что он не дожидается заполнения кучи полностью, он срабатывает, у него есть параметр, в котором вы говорите, при каком заполнении старого поколения, отключается его работа, так вот, потому что он работает параллельно с программой, и мы не можем себе позволить сделать так, чтобы программа не могла выделить себе новую пару, точнее, новые объекты, вот, пока работает этот алгоритм коллектор, и, соответственно, плюс еще самому этому алгоритму, самому коллектору нужны дополнительно дополнительные памяти для того, чтобы следить за всей памятью, за всей кучей, вот, соответственно, ему лично нужна память, плюс мы должны оставить какой-то объем, зарезервировать какой-то объем свободной памяти для приложения, пока он будет делать свою работу, вот, и, соответственно, когда у нас наступил такой момент, то, соответственно, вот он прошелся по этим стадиям, очистил нам кучу, и мы получили вот такую картинку, то есть мы якобы, вроде бы, очистили память, но в то же время она фрагментирована, и это есть большой недостаток CMS-а, вот, и у него как следствие этой фрагментации это то, что бывает очень часто, когда новые объекты уже не влазят в Old Generation вот, из-за фрагментации, и тогда он переходит в режим Full GC, то есть полная очистка, тогда у нас приложение полностью останавливается, и мы включаем последовательный режим, то есть вот, кстати, здесь я не понимаю, почему так сделано, но весь Full GC происходит в один поток, и мы сначала очистим и Я в Generation, а потом мы этим Mark Compact, включаем режим Mark Compact, и при помощи него уплотняем кучу, то есть дефрагментируем кучу в старом приложении, и это занимает очень много времени, с этим мы сталкивались, и это очень неприятная вещь, ну собственно, вот так вот, поэтому люди решили усовершенствовать это, и придумали G1 алгоритм, он расшифровывается как Garbage First, то есть сперва мусор, и сейчас я объясню, почему так, то есть у него есть вот несколько стадий, много из них Stop the World, но так как то есть разработчики постарались сделать их очень маленькими, поэтому они очень короткие и на работу приложение сильно не влияет, основная работа, самая сложная делается параллельно с приложением, вот, в чем его заключается идея, всю область памяти, он не разделяет предыдущие алгоритмы на две, на Yacht и на Generation и Old Generation, он наоборот делит память на очень много регионов, вот, каждый регион может иметь объем от одного до тридцати двух мегабайт, вот, и потом эти регионы по какому-то алгоритму определяются их роль, и тут эти регионы могут быть вот Adam, Survivor и Old Generation, вот, соответственно, но у нас опять-таки нету так, чтобы у нас была полностью память сплошным куском была там Adam или Old Generation, есть еще один тип этих регионов называется Humangios или как-то так страшное слово это это регионы, которые используются для объектов, которые не могут быть помещены в один регион вот, то есть, если максимальный объем нашего региона может быть 32 мегабайт, если нам нужен объект больше 32 мегабайт, то мы получается берем, находим несколько подряд свободных регионов, кладем туда наш объект и он называется вот этим страшным словом. и собственно, когда происходит чистка памяти, то он, как каждый из этих регионов вот Garbage First у него есть недостаток того, что он использует много дополнительной памяти, то есть, для того, чтобы реализовать эти все хитрые алгоритмы, которые он использует, ему приходится иметь множество метаданных и эти метаданные отнимают приличный кусок памяти, но это расплата за короткие паузы. Что у нас происходит? Он следит за наполнением каждого региона и когда приходит время, он опять-таки он срабатывает в двух случаях. Это когда у нас заполнились все регионы молодого поколения и также еще как и в CMS у него есть параметр заполнения общего размера кучи. То есть он не ждет пока куча заполнится на 100%. И когда наступает момент сборки мусора, то он чистит там есть понятие как акция. Немножко назад скажу, что каждый из этих регионов касаясь мета-данных каждый регион имеет так называемый РБМ-БЦ. То есть здесь у нас хранятся вот эти здесь хранятся информация о том какие другие регионы имеют ссылки на данный регион. То есть эти мета-данные отнимают место. Также когда наступает время чистить кучу создается так называемый коллекшн сет. То есть это набор регионов в которых будет происходить чистка. В этот коллекшн сет всегда попадают все регионы которые являются add-in space и возможно попадают регионы которые относятся к old generation. Это сделано специально для того чтобы коллекшн сет был намного меньше общего объема памяти. и это приводит к тому что мы очень быстро можем справиться со своей работой. Когда мы маленькие объемы данных оперируем маленькими объемами данных то мы можем их обработать очень быстро. вот ну и соответственно пример как она это делает вот состояние нашей кучи мы берем наши add-in все объекты в них и собственно от CMS он отличается грубо говоря вот этой идеей разбивки на регионы а так большинство из этих фаз они по принципу работы очень похож на CMS то есть он также берет эти все рутсет просматривает потом проищет в каждом регионе живые объекты копирует их вот и он выбирает любой пустой любой простой регион пустой регион копирует туда данные и собственно делает это как и для молодого поколения так и для старого поколения и вот в чем заключается прелесть что маленькие паузы достигаются из-за того что мы делаем это очень маленькими объемами данных обрабатываем маленькие объемы данных так как в аденспейсе мы уже знаем что у нас там всегда на момент вызова коллектора у нас мало живых объектов поэтому скопировать их а кстати вот момент такой что он это копирующий алгоритм то есть он всегда копирует данные и получается в каждом регионе у нас есть непрерывная область область живых объектов соответственно мы используем этот бамзи поинтер технику для выделения новых объектов и это всегда происходит быстро как и в молодых регионах так и в старых регионах вот ну и вот так вот ну он очень сложный то есть когда в него закапываешься там очень много всяких механизмов хитрых там и read барьеры используются write барьеры и снапшоты то есть он также на одной из своих знает полностью состояние всей тучи то есть это занимает много процессора но опять таки если вам нужно получать очень быстро ответы то только таким способом можно это усиление до ответа от вашего приложения то только таким способом это можно добиться идеально какие-то другие жертвы вот по поводу инструментов которые я использовал я сейчас уже немножко ускоряюсь потому что у нас 20 минут я так понимаю осталось да 15 даже поэтому я сейчас быстренько про это расскажу вот я пользовался такой штучкой как джейнфо это консольное приложение которое собственно которое показывает различную информацию по поводу вашего джава процесса вот для меня было интересно это посмотреть что какой коллектор на данный момент используется в java машине вот то есть в java приложении которое у вас запущено то есть если вы запустите то он вам в своем выводе покажет какой коллектор он использует вот потом есть а вот здесь написано для того чтобы узнать процесс id вашего приложения вы можете использовать gps вот но я сталкивался со случаями когда он выдавал мне неправильную информацию вот поэтому стопроцентный вариант это пользоваться ps и grep вот и если ваше приложение поломалось то очень хорошо бы посмотреть что там происходило на момент поломки вот для этого вы можете сделать hit dump это собственно бинарный бинарная копия того памяти процесса java вашего приложения то есть при помощи jmap вы указываете файл куда вы хотите положить этот дамп и получаете его вот его можно посмотреть в различных приложениях одно из них я использовал мат это memory analyzer его можно скачать как отдельно так он является частью эклипса дамп собственно когда вы открываете его вы можете полностью то есть вы сняли этот дамп запихнули его в это приложение кстати еще скажу то что этот файлик будет размером с размер хипа вашего java приложения то есть если у вас java приложения выделено 15 гигабайт памяти то собственно около того будет и размер этого файла поэтому будьте осторожны когда делаете потому что если его запускать на root разделе очень часто там мало места поэтому можно израсходовать все место с этим будьте аккуратны вот ну и когда вы смотрите при помощи матов этот memory analyzer в этот дамп то вы можете увидеть там много полезной информации но увидеть и полезной она может быть вам только в том случае если вы разработчик если вы знаете как устроено ваше приложение потому что для меня так как я ops то в java не разбираюсь и когда я открываю и вижу вот такую картинку она меня пугает она мне помогла там пару раз эта программа и я просто работал вплотную с разработчиком он мне кое-что объяснил и я в этой программе нашел проблем увидел то что меня интересует но в принципе если вы не знаете как работает приложение то есть конкретные ее классы для чего все это нужно то смысла нет ее использовать но она вам может много-много чего дать если вы действительно разбираетесь приложение следующее приложение это gc-viewer java-приложение когда запускается ему можно задать параметры для того чтобы он делал расширенное логирование в это логирование будет включена информация о паузах которые происходят во время точнее вообще вся активность garbage collector будет отображена в этом файле в этом логе и тогда вы его скарбливаете gc-viewer и вы видите вот такую вот картинку то есть розовая это у нас old generation вот там желтенькая это young generation вот а синенькая это мы видим паузы которые возникали во время работы и мы видим что вот паузы доходили здесь вот а точнее синенькая это объем общий объем памяти который замят вот а паузы они вот здесь внизу если вы присмотрите зелененькую полосочку если видите то это вот пауза а также вот где вот этот разрыв виден то здесь черная полоска это тоже пауза только в другой момент времени и мы видим что она идет размером в 9 секунд то есть представляете ваши вы там обращаетесь в браузер говорите загрузи мне сайт ничего не происходит 9 секунд потому что джава приложение на сервере в это время остановлено гарбич коллектор не есть хорошо и наконец мое любимое это visual vm то есть программу линка она показывает множество параметров о работе джавы но при этом в ней есть у нее можно дополнительно устанавливать плагины один из плагинов это visual gc он показывает работу garbage коллектора в реальном времени вы можете посмотреть на состояние кучи вашего приложения и когда смотришь чувствуешь себя хакером и вот эта штучка мне очень помогла найти найти причину почему у нас возникали определенные проблемы в приложении вот собственно результаты моей работы здесь на верхней картинке это cpu лод процессора у которого всего лишь два ядра и была проблема в том что когда там было мало трафика это стейджинг environment на него мало трафика приходит но когда там клиенты хотели что-то потестировать и давали чуть больше трафика то соответственно приложение загиналось и там было все плохо вот я начал смотреть и вот visual gc я обратил внимание на то что куча у нас не заполняется на 100% а сразу включается garbage collector и при этом оно это очень часто делает вот и собственно получилось так что у нас был этот cms алгоритм включенный у него параметр который я говорил который указывает на при каком объеме памяти занятом объеме памяти запускаться стоял очень маленький и хип был тоже маленький и соответственно то о чем я говорил допустим если нашему приложению нужно там 3 гигабайта 4 гигабайта памяти у нас всего хип 5 гигабайт а мы этот параметр выставили на 50% то есть это значит что cms будет запускаться при заполнении кучи при 3 гигабайтах а приложение в любом случае будет потреблять 4 гигабайта соответственно как только у нас заканчивается цикл сборки мусора коллектор видит что мы используем опять больше 3 гигабайт и начинает опять включаться вот и соответственно у нас все время работал коллектор непрерывно не выключается он работал соответственно мы видим результат что у нас всегда был процессор санятый вот и как только я немножко изменил эти параметры я чуть-чуть увеличил размер хипа увеличил этот параметр который показывает когда отключать вот и все стало все стало на свои места и мы видим вот сразу же упала нагрузка на процессор очень сильно вот следующий момент мы вот видим работу приложения вроде бы казалось бы что так и должно быть то есть у нас мы видим что потихонечку хип заполняется потом через час у нас срабатывает коллектор и очищает память и мы снова пошли так происходит каждый час и тут два момента интересных появляется это то что во-первых почему каждый час ведь мы знаем что коллектор работа коллектора мы не можем ее предсказать мы не знаем когда она тут четко ровно каждый час происходит и второе это то что куча не заполняется до того объема который указан в CMS то есть мы указали на 60% запускаться а тут только 30% от 40% а коллектор запускается когда я погуглил ну и собственно была проблема в том что если мы поближе посмотрим на вот этот момент работы коллектора то мы видим вот такой большой черный прямоугольник который нам говорит что длится он там сколько 7 секунд даже 6,5 секунд ну почти 7 секунд и это Stop the World пауза то есть наше приложение стоит 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 7 секунд и ничего не делает когда я полез в приложение смотреть то оказалось на самом деле мы используем не CMS коллектор это во-первых а мы используем параллельный коллектор и собственно из-за этого мы имеем такие огромные паузы и во-вторых в том кате оказалась бага которая из-за которой он ровно каждый час запускает коллектор ну и соответственно когда я поменял тип коллектора и задал правильные параметры то мы видим что у нас память начала заполняться вот на 80% плюс мы видим что длина вот этого заполнения она сколько здесь 4 10 6 часов то есть 6 часов приложение работает без остановки на old generation очистку ну и плюс здесь мы видим что у нас пропал этот огромный треугольник прямоугольник но мы и мы видим что тут зелененькая внизу еле видная полосочка вот паузы уменьшились до такого размера ну и собственно вот так я смог применить свои знания которые долго добывал вот и слава богу успел вам про все рассказать до полтора часа вопросы да да Я же хотел запитаться, когда ты был на G1, ты сказал, что G1 даёт певные метадати. Как эти метадати увеличиваются относительно количества сайтов, которые ты выделяешь? Например, мы имеем одну аппликацию, которая, соответственно, 4 ГБ потребляет от 2 до 4, и, соответственно, мы имеем аппликацию, которая, соответственно, 3 ГБ мает память. Как использовать, соответственно, G1 будет правильно работать с большими объемами памяти? Да, конечно, он будет корректно, потому что он именно для этого и создавался. То есть он создан для того, чтобы работать с огромными объемами данных. А по поводу потребления памяти, то там оверхед по разным источникам от 2 до 10%. То есть, к примеру, если у тебя приложение потребляет 30 ГБ чистых данных, то получается на их тебе нужно будет до 3 ГБ памяти дополнительно рассчитывать. Ну и, соответственно, тебе хип нужно будет сделать, ну, так хорошо было бы 40 ГБ иметь. Ну, это так, навскидку. То есть, если мы увеличиваем память и имя, то, соответственно, мы увеличиваем память под метадатами, или, соответственно, там есть как бы иначе формирование? Размер метаданных увеличивается прямо пропорционально... Ах, кто его знает? Интересный вопрос. Ах, кто его знает? Интересный вопрос. Честно, не знаю. Не скажу. Это надо... Я так сильно не углублялся в это дело. Но там есть какая-то пропорциональность, но она, я скажу, что, допустим, прямая пропорциональность, это y равняется kx плюс b, да, вот, то вот этот коэффициент k, он не будет слишком большой. То есть, ну, если ты увеличиваешь там в 2 раза объем своих данных, или хипа, это не значит, что оно увеличивается, эти метаданные тоже в 2 раза. Вот. Но это надо точно смотреть. Ну, я этого не знаю. Окей, так, темпи. Еще раз на питание. Еще раз на питание. Вот, этот G1, он, он, т.е. выкликается по тому самому принципу, что и конкурент Smart Suite? Да, то есть, либо когда закончились, когда заполнились все регионы Эден, вот, либо же когда общий, то есть мы же можем только Эден собирать. Вот, то есть, у нас он запускается каждый раз, когда закончился Эден, вот, и мы, собственно, в Эден есть живые объекты, мы их копируем в Old регионы, и когда вот Old регионы заполняются настолько, что у нас, вот, они превышают, общий объем занятости памяти превышает тот предел, который мы задали, тогда уже будет коллектор чистить не только Эден регионы, но также и Old регионы. Вот, но Old регионы он будет чистить только в том случае, когда общий объем занятой памяти в хипе будет превышать заданный размер, там, к примеру, 50%. Вот, если память занята на 30%, то мы будем чистить только Эден регионы. Так как я с восьмой джавой не пользовался, не работал, поэтому не знаю. Продолжение следует...